Три, как классно. Да, супер. Во, разноцветные точки. Оп, оп. Ту-ту-ту. Молодец. И ножи, смотри. Сердечки. Да. Миша, покажи, ребятам, как ты будешь мешать. Сегодня мы будем делать вот такой вот слайд. Который не липнет к рукам. Не оставляет никаких следов. Слайм очень приколен. Делается очень легко. Для такого слайма нам понадобится вот такой контейнер. И там клей-пыва. Клей-пыва. Вот такой. Еще нам понадобится жидкое мыло. Любое. Пена для бритья. Любая. И запуститель. Петраборат натрия. Итак, мы берем контейнер. В контейнере немножко клея. Первым делом мы добавляем туда жидкое мыло. Вот так вот подносим. И четыре раза. Раз, два, три, четыре. Еще нам понадобится ложка. С меня пластиковая. Теперь мы начинаем это размешивать. Давай. Размешиваем. Мешаем хорошо, чтобы был однотонный цвет. Можно чуть быстрее. Нужно еще быстрее, как миксер. Главное это все не вылить, не разлить. Желательно, когда все это делаете, одеть еще фартук. Можно одноразовый. Будет легче. Мешай, мешай. Мешай, мешай. Итак, первый ингредиент у нас клей ПВА. Второй ингредиент у нас жидкое мыло. Четыре нажатия. Размешиваем хорошо по углам. Каждый угол прорабатываем и прорабатываем дном. И смотрим, чтобы у нас не было никакого вкрапления мыла, чтобы все было однородное, однотонное масса. Итак, размешали. Дальше. Мы берем пену. Да? И... Пену. Столько пены нам хватит. Не надо, чтобы она вылазила. Если будет вылазить, будет много. Будет все грязно вокруг. Теперь мы берем и начинаем вот так вот прорабатывать все углы и размешивать. Мешай. Мешай аккуратно, чтобы не вылезло. Дно прорабатываем. Как будто сметану мешаем. Или йогурт. Парелочек. Ну-ка давай посмотрим. Промешивать надо вот так вот углы. Надо, чтобы все было однородной массой. Не было никакого жидкого. Особенно на дне и в углах. Сам тяжелые места. Мешай, мешай, мешай. Но когда делаем слайд, мы работаем миксером. Следующий ингредиент. Как думаешь, что будет? Загуститель. Загуститель. Какая-то хитрая. Все знают. Следующий ингредиент. Действительно загуститель. Загуститель. Мы берем упаковочку, баночку тетрабората натрия. И берем столько же воды. Один к одному. Размешиваем это. И вот этим раствором я сейчас буду брызгать. Я брызгаю 12 раз. Носик подальше и брызгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 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 десять. И быстро-быстро-быстро начинаем мешать. Быстро-быстро-быстро. Будешь миксером работать? И надо размешать всю смесь хорошо. И по бокам, и дно. Вот так вот смотри. Копать надо. Копать, копать, копать. Причем копать быстро. Чем быстрее мы это делаем, тем оно быстрее у нас густеет. Почему? Потому что когда больше воздуха сюда попадает, он густеет быстрее и лучше. И смотри, смотри как у нас уже густо. Если вы делаете не так быстро и воздуха не хватает, он остается жиденьким. Можно еще раза два обрызнуть за густителя. Но самый секрет этого слайма, что надо делать быстро. Тогда он хорошо, и прорабатываем все углы, он хорошо густеет. Делать это сложно, тяжело. Даже мне тяжело, у меня ручки устают. На, давай. Не, 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 не на одном месте, прорабатываем все. А это медленно. Надо быстрее, как мама видела. Вот начнешь делать медленнее, и он начнет становиться мягким, мягким, жидким. А начнешь быстро, быстро, быстро вот так вот. Он, видишь, как густеет сразу на глазах. Видишь? И собирается в ложку. Вот нам надо добиться такой консистенции, когда его, этот слайм, можно собрать просто вот так вот в ложку. Вот еще немножко проработать. Вот именно вот так вот, вот так вот на него воздуха, воздуха, воздуха. И он пусть чуть не выбежал. Ну, не вся камера толкает. Бережем волосы от слайма и рукава, когда делаем этот слайм. Ну и ковры пока. Слайм ковер не любит. Вот, почти-почти-почти, еще быстрее надо мешать. Вот, смотрим, он уже отлепляется. И вот мы его собрали в ложку. У меня тут еще внизу немножко есть. Когда мы его очень хорошо размешали, пластмассовая ложка может поломаться. Это хорошо, это стало тяжело мешать слайм. И значит, он уже практически готов. Все, все, он как совсем хорошо липнет. Он все, даже ложка чистая. Слайм, значит, готов. Теперь, что мы будем делать дальше? Что мы будем делать? Легкий пластилин. Легкий пластилин. В этом рецепте легкий пластилин. Итак, этот слайм очень легко отмывается тепленькой водичкой с одеждой, если он там случайно попал, или с каких-то вещей. Итак, легкий пластилин. Любой цвет, какой вам нравится. Открываем. И кладем вот так вот сверху. Теперь, самый ответственный момент. Мы берем вот так вот ручкой и забираем весь пластилин в руки. И потом начинаем его быстро-быстро мешать. Если мы мешаем медленно, слайм становится жидким-жидким, такими соплями, которые ко всему липнут. Если мы мешаем быстро, то наш слайм становится вот таким, который ни к чему не липнет. Итак, самое важное, быстро-быстро это делать. Как горячую картошку. Я начну, а ты продолжишь. Договорились? Если он будет, вы будете быстро его мешать, и он будет совсем липкий и жидкий, но этот не будет, мы уже видели, что даже ложка осталась после него чистая. Но если у вас получилось так, что слайм был жиденьким, надо еще пару раз, два раза брызнуть тетрабората натрия. Итак, начинаем. Быстрый и самый важный момент. Проверьте, чтобы ручки и рукава были убраны, подкатаны. Волосы подальше собраны, убраны. На вас фартук, и вы никуда не можете уронить этот слайм. Итак, берем ручкой и вот так выгребаем со всех стенок весь-весь-весь слайм. Прям весь-весь, чтобы тут осталось пусто. Вот так. И быстро начинаем вот так вот мешать. И даже у меня сильно не быстро получается. Ему нужен воздух. И то, видишь, он, как уже почти не видит. Подожди немножко, мне надо ручки, чтобы были чистые. Ну давай, в руки. И быстро, 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 быстро. Горячую картошку в руках. Ну, на камеру пока. Вот какой он классный. А я пока этим почищу себе ручки. И он к ручкам у нас не гипнет. Все, у тебя ручки чистые. Готово. Смотрите, ребят, а у меня ручки грязные. Вот, у тебя ручки, видишь, чуть-чуть грязные. Вот мы вот так вот их очищаем. Вот так. И пока мы очищаем, мы его, он любит, когда его вот так вот бьют. Тут у нас водичку, водичку вытянут. А здесь у нас чуть-чуть слайм осталось на столе. И мы вот этот слайм вот так вот со стола вытираем. И он становится, смотрите, гуще. Когда его так вот стучишь по столу. Когда там вот так вот с ним играешь, растягиваешь. Ну, стучишь в основном. И он становится все гуще и гуще. Смотри, какой гуще. Потрогай. Видишь, он гуще стал? Да. Ой, ничего страшного. Он становится гуще. Вот начнешь медленнее делать, он начнет тебе липнуть. Видишь, он уже липнет. А на это, давай, как горячая картошка. Видишь, что ты пить не можешь? Ручки вытираем. И, ребят, мы этот слайм потом будем хранить в контейнере. Вот в этом контейнере. И надо вытереть вот так вот этот весь контейнер. И тоже вымельчили слайм в этом белой жижечке. И сразу вымешиваем. Пока мы вымешиваем, ручки грязные, но надо потирать и замешивать. Замешиваем, завешиваем, он становится все гуще и гуще и гуще. Хранить мы будем этот слайм в закрытом виде в этом контейнере. Если контейнер не вычистить, клей ПВА засохнет, и в слайме будут засохшие частички. Опять. Так, еще одна хитрость, ребят. Чем медленнее вы работаете с ним, тем мягче он становится. Чем быстрее вы с ним работаете, чем он становится гуще. Не обязательно добавлять еще загустителя, чтобы он стал жестче. Можно просто вот так вот с ним поиграть, быстро-быстро воздуха, чтобы у него было больше доступа к воздуху. Он постучает от него по столу, и он становится гуще. Если он полежит, если вы переборщили с цитраборатом натрия, он полежит у вас в контейнере, он станет немножко жиже. Завтра, послезавтра он станет мягче. Если он прям совсем-совсем такой, что невозможно, он все просто рвется и все. Вот это вот мягенький, свеженький слайм. Вот такой, уже более твердый, но тоже хороший слайм. Если он будет прям сильно густой, просто медленно с ним работайте, и он будет становиться все жиже и жиже. Если стал совсем-совсем, что просто разрывается, бывает такое, что он там оп и разрывается, чуть-чуть потяну, он разрывается. Горошину зубной пасты надо добавить и опять размешать, и он станет мягче. Так что все секреты вам рассказали, как делать вот такой идеальный, прикольный слайм. А теперь мы его возьмем и будем украшать вот такими вот блесточками. Ну, а, ребят, украшаем мы этот слайм, и блесточки вот тут вот прячутся. Поэтому имейте в виду, он не прозрачный, и все блесточки спрячутся вовнутрь. Мне нравится так их, хоп, и искать. Итак, какие будешь выбирать, какие хочешь? Эти, давай, сыпь немножко. Оп, все, теперь следующий рядышком, вот сюда, насыпь, следующий, дальше. Хочешь все, да? Последний. Это самый тесный момент. Вот на данном моменте можно с ним сфотографироваться, потому что таким красивым больше мы его не увидим. Да, будет он вот такой. Вот такой. Будет он вот такой. Ну, давай, размешиваем. Я себе тоже посадим блесточкой. Уй, и твоего немножко сломать. Ну, Миша покажи, ребятам, как ты будешь мешать. И блесточки эти, осторожно, они вот здесь, Миша. Блесточки эти колятся. Бывают такие мелкие, но эти прикольные. Оп. Видишь, медленно работаешь, и видишь, он у тебя сразу. Липнет, да. Побыстрее надо. Теперь ты стала слаймером. Вот какой он, мам. У кого круче? Пишите в комментариях. Пишите в комментариях, у кого получилось. И ставьте лайки. Ставьте лайки, конечно. Подписывайтесь на канал. Ты еще и ютубером стала, да? Дай мне. Дай мне твоего слайма. Ой, какой мягкий. А еще его можно надуть. Да. Правда, я не знаю уже, с блестками можно надуть или нельзя надуть. Сейчас я его сделаю. А, смотри, у тебя-то хорошо блестки видны. Смотри, как классно. Супер. О, разноцветные точки. Угу. Нет, у меня просто более темный. Сейчас я тебе дам трубочку. Делаем вот такой снежок. И сейчас будем надувать. Делаем шарик. Подготовилась? Вот так вот протыкаем чуть-чуть. И здесь прижимаем. И держим только одной рукой, вот так вот. Дуй. Оп. Оп. Видала? Угу. Или не видала? Не видала. Еще разочек? Угу. Скажите, как он надувается? Как он надувается? В шарик засунули, но не насквозь. Взяли одной ручкой здесь, прижали трубочку. И дуем, чтобы не выходил воздух. Как шарик. У-у-у-у. Молодец. О-о-о. И ножи, смотри. В сердечке. Да. Смотрите, как классно. Мальчик снизу. Мальчик снизу. Чем медленнее вы с ним работаете, тем он становится жи-жи-жи-жи-й. Я хочу показать, что он течет. Па-а-дает. А если мы быстренько-быстренько, он становится густым-густым. Так что два секрета. Нужен густой, быстро-быстро работаешь. Нужно, чтобы стал жи-жи, мягче. И работаешь с ним медленно-медленно. Как черепаха. Как черепаха, да. Вот так, ребят. Делайте слаймы. Все получается. Очень прикольно, легко и хорошо. Все, всем пока. Пока-пока.